Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ новости в студии Александр Мешков. Вначале о некоторых важных, на наш взгляд, темах коротко. Сегодня на перроне железнодорожного вокзала появился арт-объект город трудовой доблести. В управлении дороги считают, что конструкция станет фотозоной для тагильчан и гостей города. Красота в простых вещах, пейзажные мотивы Уралов в живописи и графике Велена Мухаркина. Презентация книги о безвестном тагильском художнике прошла в Музее изобразительных искусств. Здесь делают интересное школьное телевидение. Медиа-центр сотой школы удостоен наград городского, регионального и всероссийского уровня. Воздух гальянки возьмут под наблюдение. Новую автоматическую станцию контроля за загрязнением воздуха установили в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте. Место расположения выбрали в 2019 году с учетом розоветров и планами будущей застройки микрорайона. И вот наш дополнительный пост, который расположен в Галияно-Грабновском массиве, про который мы говорим, что недавно смонтирован. Он у нас будет смотреть за атмосферным воздухом в нашем огромном жилом микрорайоне Гальянка. Он расположен около Президентского. Как вы видите по карте, этот район был абсолютно не охвачен мониторингом. И этот мониторинг нам очень важен. То есть сравнить условно чистый микрорайон с нашими условно более загрязненными микрорайонами города. Это самая современная из модернизированных станций в регионе. Она оснащена точным оборудованием, в частности хроматографом. Он позволяет автоматически выполнять анализ химического состава выбросов. На станции планируется измерение концентрации оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота, аммиака, а также углеводородов. Установки с таким набором характеристик в Нижнем Тагиле еще не было. Стоимость станции вместе с оборудованием порядка 10 миллионов рублей. В ближайшее время станцию подключат к электричеству и интернету, затем настроят и отладят работу оборудования, проведут поверху приборов и к концу года запустят в работу. Отметим, что пост мониторинга атмосферы установлен по федеральной программе «Чистый воздух». Сегодня в Нижнем Тагиле станции контроля за загрязнением воздуха с учетом новой уже восемь. Там же на Гальянке скоро откроется самое просторное место для отдыха – парк возле Муринских прудов. Тагилдорстрой обещает сдать объект к концу следующей недели. Строители заканчивают установку малых архитектурных форм. Работы, говорят, выполнены на 95%. Осталось дождаться и разгрузить последние фуры. Одну с большой качелью, вторую – с очередной партией скамеек и урн. Благоустройство также на финишной прямой. Постепенно территория приводится уже в порядок, проводится облагораживание, заканчиваем работу уже с газонами. Экопарк возле сотой школы станет самой крупной площадкой для отдыха в микрорайоне Муринские пруды. Напомним, что общественную территорию обустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В России определились со стоимостью вакцины от коронавируса. Она не будет превышать одну тысячу рублей за одну дозу на старте продаж. Далее стоимость будет снижаться. Об этом информагентству ТАСС заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, стоимость вакцины для россиян будет самой низкой. По данным областного оперативного штаба, за прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 176 новых случаев заражения COVID-19. 12 из них в Нижнем Тагиле. Одобрено единогласно. Сегодня прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2019 год. Изначально их планировали провести в апреле, но в связи с ограничениями на публичные мероприятия результаты работы обнародованы только сейчас. Прогнозировался дефицит бюджета 384 миллиона рублей. Для сравнения, получается, фактическое исполнение составило по доходам 14 миллиардов 57 миллионов рублей, по расходам 13 миллиардов 958 миллионов рублей. Бюджет исполнен с профицитом 99,5 миллиона рублей. Сейчас идет обсуждение уже бюджета 2021 года. Он, конечно, будет более напряженным, но мы все-таки ожидаем, что сохранится реализация национальных проектов, сохранится реализация плана подготовки к трехсотлетию города. Среди успешных проектов 2019 года названо благоустройство общественных территорий и дворов, нацпроект «Безопасные дороги», открытие сотой школы и реконструкция 72-й. Столкновение на трамвайных путях. Авария произошла накануне вечером у 28-го дома на Октябрьском проспекте. Предварительная причина ДТП водитель «Лады Гранты» не пропустила вагон. Как результат, разбитая машина и ушиб коленного сустава. На месте работали сотрудники с автоинспекцией. Установлено, что трамвай двигался по маршруту номер 15, в Ильяно-Грабановский массив, новая куша. В салоне трамвая находилось 20 пассажиров, никто травм не получил. По статистике ГИБДД, с начала года из-за несоблюдения очередности проезда на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского округа произошли 32 аварии. 53 человека получили травмы. Медиа-центр школы номер 100 уже удостоен наград. Начинающих телевизионщиков отметили на городском, региональном и всероссийском уровнях. И всё это только за первый год работы. Как делают интересное школьное телевидение, расскажет Юлия Полева. «Супер-100» — это редакция школьной газеты, телевидение, фотостудия, информационный библиотечный центр и современный актовый зал. Одним словом, медиа-центр новой 100-й школы на Гальянке. Первые шаги в медиасреде детям помогают делать педагоги дополнительного образования Константин Шульц, Диана Буторина и руководитель медиа-центра Сергей Барановский. Все дети разные. У всех детей есть таланты. Главное — увидеть этот талант, нащупать его, выцепить и дальше его развивать. Лично я изначально пришёл сюда, чтобы заниматься работой оператора и монтировать сюжеты. Но когда я занимался, мне больше приглянулась и работа корреспондента. Творческие навыки ребята реализуют в своём ТВ-проекте «Просто новости». Выпуск 23 февраля, говорят с гордостью, занял на областном открытом конкурсе «Портрет поколения» Союза юных корреспондентов Свердловской области первое место, а игровой ролик «День добра» — второе. Также программа «Просто новости» считается лучшей в Нижнем Тагиле по мнению российского движения школьников среди подобных медиа-центров. Дети в первый раз говорили на камеру, высказывали свои мысли, и мы не ожидали, что он так выстрелит. Сейчас медиа-центр посещают 12 школьников, но двери, как уверяют, открыты всем желающим. Ученики приходят сюда по разным причинам. Кто-то, чтобы работать над собой, а кто-то ищет популярности. Первоначально я шла с мыслью развить свою речь и научиться работать с камерой и монтажной программой. И вот за время, которое я здесь, я стала более уверена в себе. Сначала я был ведущим школьных новостей, потом я снимался в короткометражном фильме, и потом я вел экскурсию по школе. Мне это нравится, потому что можно стать известным, все будут знать, все здороваться. С нового учебного года в сотой школе реализуют экспериментальную учебную медиаплощадку. По желанию, во внеурочное время можно посетить дополнительные занятия. А в седьмых классах введен специальный предмет – проектная деятельность. Навыки самопрезентации, работа с видеорядом и поставленная речь, как здесь читают, пригодятся всем учащимся. А понимание журналистики изнутри научит фильтровать медиамусор, с которым ежедневно сталкиваются дети в социальных сетях. Ровно 45 лет назад с карты города пропали пять тагильских улиц – Баграничная, Шахтеров, Клубная, Передовая и Кооперативная. В 1975 году их по решению Городского совета и в связи с 250-летним юбилеем завода Куйбышева переименовали. С тех пор на табличках имена заслуженных людей предприятия. Каждый из них посвятил работе от 40 до 50 лет своей жизни. По итогам за ударную работу на производстве, внесение рационализаторских предложений, активную общественную позицию и работу в общественно-политической деятельности завода, решением Всероссийского центрального исполнительного комитета в 30-е годы Гаеву, Аганичеву, Апретину и Дружинину было присвоено звание Героя труда в 30-е годы прошлого века. То есть на тот момент это являлось высшей степенью отличия работников за труд. А улица же Семенова наименована в честь первого красного директора завода. Почему красного? Потому что он стал первым директором, был назначен в 1920 году на эту должность после установления советской власти. Пограничная стала носить имя мастера-летейщика Еремея Гаева, шахтеров мастера доменного цеха Семена Дружинина, клубная мастера-летейщика Евгения Плетина, кооперативная первого красного директора Василия Семенова, улица Передовая мастера-летейщика Николая Аганичева. Памятные доски с пояснительным текстом изготовил металлургический комбинат. Велен Мухаркин «Живая живопись» презентация книги об известном тагильском художнике прошла в Музее изобразительных искусств. В процессе работы над альбомом из коллектив музея несколько раз встречался с Веленом Мухаркиным. В результате коллекция музея пополнилась почти сотней произведений тагильского художника-фронтовика. Часть работ закуплена, а часть передана в дар. С презентации издания Анна Кизилова. Его называют художником этюда. В картинах живописца и графика Велена Мухаркина пейзажные мотивы Урала, с которым связана вся жизнь художника. Он умеет находить неожиданную красоту в простых вещах. Предпочитает писать на картине гуашевыми или темперными красками. Именно они дают ему возможность быстро выложиться и выплеснуться. Этот художник, какой светодиник, он светом брал пространство. Он втягивал пространство. И если близко подойти, рассматривать его какой-то там натюрморт, пусть работают цветы, их сложно, может быть, было разобрать. Но стоило отойти два-три метра, вы знаете, это рабочее состояние. Там говорит всё. Каждой веточкой, каждый реки стопор. Велен Мухаркин – участник Великой Отечественной войны. В Красную армию призван в 1943 году. Воевал за освобождение Украины, Румынии, Венгрии. Дважды был тяжело ранен. После окончания войны поступил в художественно-промышленное училище. 6 апреля Велену Мухаркину исполнилось 95 лет. В его картинах не видим вот той, скажем так, наверное, жестокости. То, обычно, что даёт человеку война. Она всё равно даёт ему немножко тёмных томов. А у Велену Отечественной картины наполнены больше жизнью. Это природа. Это места, где есть люди. Это натюрморты и так далее. Это практически видно во всех картинах именно жизнь. То, что его картины, они живут, они отражают жизнь. В Музее изобразительных искусств прошла презентация альбома «Велен Мухаркин. Живая живопись». В книге представлено более 150 цветных фотокартин Велена Мухаркина. Практически все опубликованные полотна хранятся в фондах Музея изобразительных искусств. Часть была куплена у автора. Часть он передал в дар музею. Мы многое покупаем, потому что мы знаем, что коллекция должна пополняться многими произведениями. Не одним. Иначе художник будет непонятен тем зрителям, которые здесь живут. Мы собираем монографические коллекции. Наш музей. Это тот принцип, который, наверное, единственно верный сейчас. И художники с удовольствием включаются в эту программу. Альбом подготовлен работниками Музея изобразительных искусств. Выпущен на средства городского бюджета Нижнего Тагила. А также при финансовой помощи тагильского предпринимателя. Тираж альбома 500 экземпляров. Я с вами художник познакомился 15 лет и назад. И знаете, это было такое яркое достаточно событие на все эти годы. У меня, скажем так, достаточно большая коллекция от реставрированных работ, которые мы потом еще раз, еще два раза показывали тоже в рамках персональной выставки в Доме художника города Москвы. Плюс еще было огромное количество выставок региональных. Все это, так сказать, великое, что мы тут насобирали, нареставрировали, напоказали, оно воплотилось вот в этой книге. К сожалению, выхода альбома в свет Вилен Мухаркин не увидел. В конце августа он ушел из жизни. Но я думаю, сегодня он был бы счастлив, увидев эту книгу, был бы рад этому, хотя всегда говорил, ну что я, я ремесленник. Он был бы вам очень благодарен, я думаю, хотя был довольно скромный человек. Сотрудники музея запомнили его не только как художника, но и поэта. Мне по сердцу край с голубыми лесами, где горы не так высоки. Люблю я туманной синей дали, весеннюю зелень земли. Я житель Седого Урала, я житель заснеженных крышей. Что мне до шумного бала, и что мне красавец Париж. Это были все новости на сегодня. До встречи на Тагил-ТВ. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин